Центральный матч проходил в Волгограде. Встреча лидеров протекала очень интересно. Каждая из команд действовала с полной отдачей сил и получился, пожалуй, самый интересный матч чемпионата. Спартак вернулся в состав Тихонов, но дисплифицирован Горлакович. Защитников в Спартаке сейчас немного, так что в обороне у москвичей все время были проблемы. Ротор, имеющий сейчас, на мой взгляд, лучшую атаку среди наших клубов, много и разнообразно атаковал, чередуя короткие, длинные и средние передачи. Часто футболисты доносили удары с разных дистанций. И к середине встречи Ротор сумел забить два мяча. Вот так вот забить первый. Отличился Александр Баркетов. Он добил мяч в серпе. Начинается второй тайм и Веретенников мощнейшим ударом мимо стенки направляет мяч в нижний угол ворот. Два ноль. А дальше? Когда казалось, что победа хозяевам поля обеспечена, Спартак в очередной раз показал, что у команды железный характер. В течение двух минут гости сравняли счет, страшно удивив всех поклонников Волгоградской команды. В начале Тихонов реализовал пенальти, его сбили в штрафной площадке. Через 40-50 секунд хорошая комбинация Спартака заканчивается голом. Вышедший на замену Джубанов с 11-метровой отметки бьет точно низом. Два-два. И после этого Спартак не ушел в оборону, стараясь сохранить счет. Москвичи продолжали вести наступление и забили великолепные голы. Обратите внимание, какие хорошие передачи делали спартаковцы. Мяч забивает Кетчинов. Три-два. Но и Рота с честью вышел из трудного положения. В конце игры прекрасно, просто блистательно действовал Олег Веретенников. Вот как он играет в эти последние минуты. Один удар. Он промахивается. Мяч попадает в штангу. Еще одна атака Ротера. Вновь в штрафной площадке Веретенников. И сейчас он не попадает в ворота, обыграв сразу трех спартаковцев. А вот третья попытка закончилась успешно. Вновь Веретенников свободно получает мяч, обыгрывает нескольких спартаковцев. И счет уже ничейный. Три-три. А через минуту волгоградцы выходят вперед. Нидергаус делает хорошую передачу за спину. И Бергетов забивает свой второй мяч. Четыре-три. Осталось совсем немного времени. Спартаковцы бросаются в последнюю атаку и едва не сравнивают счет. Но Ротер выигрывает, тем не менее. Обе команды заслуживают самых добрых слов. Спасибо, футболисты. Вот так бы всегда.